Всем привет! Немного новостей с поляны на неделю раньше эфира. Как вы помните, вчера Илья Баженов в компании Вики и Лизы отправился на работу. Парень танцует на сцене ночных заведений для дам, разгоряченных не соками. Местный стилист Иосиф Аганесян навел Лизе красоту. Нарисовал стрелочки, накрутил кудряшки. Рядом стоял Сережа, друг и коллега Ильи. Ему Лиза тоже нравится. Но кому она не нравится, говорит парень. И ребятишки отправились покорять ночную Москву. Илья стал для девушек проводником в неизведанное. Давно у меня не было таких экспериментов, говорит Лиза. Вика так вообще едет впервые в мужской стриптиз. Уверена, ей понравится. Девушкам пришлось тоже выйти на сцену. Судя по всему, они изначально договаривались об участии в шоу. Илья исполнил красивый танец под дождем вместе с Лизой. И Вика тоже немного танцевала, была стюардессой. Новость, которая возмутила общественность. Телеканал Ю наградил своего самого топового участника на данный момент. Тигран Салибеков получил в подарок новый айфон. Теперь будет делать много качественного контента, радовать зрителя. Тигран этому очень рад, хвастает перед всеми. Мне очень приятно, теперь буду носить с гордостью. Теперь у меня новенький телефон, спасибо, друзья. Ну а реакция зрителей такова. Кошмар, наградили из самого развратного. Мир сошел с ума. Вот что значит не уважать своего зрителя. Это просто плевок в лицо зрителю. Федотов и Рахимова теперь единственная пара на проекте. На днях ребята заехали во вторую комнату, где жили Полыгалова и Барзиков. Черноша и Аганесян переехали в ВИП-дом. Теперь они не в счет. Иммунитет выиграла на этой неделе Элина. А еще Рахимова и Федотов стали очень напоминать семью Купиных. За всеми подглядывают и подслушивают. Например, вчера Марина и Тигран были ночью вместе. Хотя Тигран всех уверяет, что ничего не было. Так вот Элина и Саша проверили комнату, где уединялись Марина и Тигран. И нашли там использованное средство защиты. Значит, Тигран действительно опять не устоял. Мы с Элиной провели следственный эксперимент и проверили комнату. Мы смогли обнаружить это. Интересно, что будет дальше, на чьей стороне правда, пишет новоявленный самодеятельный сыщик Санчо. А вот Ваня Барзиков и Саша Черно ведут высокоинтеллектуальные беседы. Ваня рассказывал Саша и ее подписчикам о том, что больше всего любит делать Иосиф Аганесян во время волшебных уединений с женой. У него высший пилотаж по этому делу, говорит Ваня. Ну а сам Ваня не такой. Это говорит пацанам не по понятиям. Ну вы поняли. А вот ребята кормят Леню арбузом. Никогда бы не подумала, что собачки такое едят. Барзиков сейчас наслаждается одиночеством. Он обустроил холостяцкий уголок в мужской спальне. Только фото Вани и Лео и никаких женщин. Но обосновался он там ненадолго, похоже. Не успев отдышаться, уже планирует новый кастинг. В ближайшее время я улетаю во Владивосток. И я одинокий. Поэтому в Владивосток мы устраиваем кастинг. До скорой встречи. Также одинокий Барзиков теперь знает, где живет Кристина Бухенбалте. Так что может приехать в гости в любой момент. Вчера Черно резко захотела в караоке. Позвала с собой Рахимова, Федотова и Бухенбалте. Отвозил их Ваня Барзиков. Черно кричала всю дорогу. У нас с Ваней новый уровень взаимоотношений. Он не забирает меня с тусовок, а отвозит на них. И угадайте, куда везет нас Ваня. Кристине. Вы что думаете, я шучу? Это тема дня. Все подробности смотрите в эфирах. Это все новости на данный момент. Продолжение следует. Подписывайтесь. Будем сплетничать.